Это быстрый обзор на колонку Harper. Модель называется Magic Flame, переводится как магическое пламя. Что у нас здесь есть? Bluetooth 5.0, 8 часов автономности обещают, защита от воды IPX6. Ну и как вы можете видеть по картинке, колонка с подсветкой должна быть симпатичная. Давайте сразу закроем комплектуху. У нас в комплекте есть мануал на русском языке, что круто, гарантийник. И два провода AUX для подключения звука. И для зарядки у нас используется micro USB. Концептуально эту колонку можно поделить на две части. Верхняя часть отвечает за красоту, за подсветку. Здесь такая стеклянная колба, правда на ощупь стекло не ощущается, это пластик. И нижняя часть отвечает за аудио, она покрыта полностью тканью. Спереди у нас логотип Harper, который на заглушке. Сейчас мы эту заглушечку откроем, под ней скрываются все необходимые порты для зарядки micro USB. Поддержка карт памяти, AUX вход, кнопочка Reset и еще индикатор маленький лет горит, когда вы колонку ставите на зарядку. Как видите, толщина заглушки довольно-таки существенная. Сзади ничего нет. На нижней части у нас, естественно, нашлепка из резины, которая позволяет колонке не двигаться по столу. И сверху кнопки управления, они отчетливо нажимаются. Понятные обозначения. И также у нас есть для ношения на руке или крепления веревочка. По аудио в этой колонке расположено два динамика, они установлены здесь по торцам, поэтому должно быть приятное воспроизведение 360. Ну что, теперь давайте включим колонку, посмотрим, как она звучит и выглядит. Первое приятное впечатление. Сейчас мы включаем колонку. Режим Bluetooth. Соединение установлено. Как вы видите, колонка разговаривает с приятным женским голосом. Мне нравится эта озвучка и не очень громко. Пробежимся по режимам подсветки. Что у нас здесь есть? Есть кнопка, которая позволяет регулировать цвета. Как вы видите, сейчас я нажимаю и меняется сам цвет излучаемого света. Всего здесь 11 цветов. Вторая кнопка, отвечающая за подсветку, меняет яркость. Сейчас у нас полностью выключена подсветка. Включена потише. Максималка. Выключена. Средний. Максималка. Теперь по режимам. Сейчас у нас стоит режим однотонный. Есть режим, который называется мерцающий. Вы увидите, как колонка тухнет и разгорается. Следующий режим называется цветомузыка. Он играет в такт с воспроизводимой музыки. Но здесь есть нюанс, который я обратил внимание во время тестирования. Сейчас мы навалим музла. Я сейчас включил музыки, чтобы показать, как играет режим цветомузыка. Но обратите внимание, что на маленькой громкости колонка не работает в режиме цветомузыка. Сейчас я достаю свой мобильник. Громкость маленькая. Прибавляем. Не работает. Прибавляем. Не работает. Прибавляем. Не работает. И сейчас уже половина. И вот на половине она начинает уже чуть-чуть подсвечиваться. Если мы навалим громкости побольше, то становится больше. Такая вот особенность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте подводить итоги по колонке Magic Flame. Магический огонь от компании Harper. Главные плюсы. Это, конечно же, внешний вид, подсветка. Она прикольная. Для создания атмосферы дома пойдет однозначно. Звук здесь, я бы сказал, средненький. То есть он, конечно, не совсем поганый паршивый. Но слышал я и получше. К плюсу можно отнести то, что звук 360 градусов. То есть он у вас, где бы вы в комнате не поставили, с какой бы стороны сами к этой колонке не подошли. Звук распространяется равномерно. За это однозначный лайк. Что не понравилось, в принципе, мой нелюбимый порт для зарядки microUSB. Но это можно пережить. Колонка довольно-таки бюджетная. Ее можно купить от 200 в различных интернет-магазинах. Все ссылки будут в описании под этим видеороликом. Ну, а с вами был Андрей. Это канал AliExpress Buyer. Всем пока!